Продолжаем выпуск. Дисциплина дорожного движения начинается с детства, ведь от того, насколько ребенок усвоит ПДД, напрямую зависит его жизнь и здоровье. Так инспекторы разъясняют детям правила поведения на перекрестках и пешеходных переходах, прививают чувство ответственности за безопасность и благополучие окружающих, организовывают состязания по теме. К примеру, в детском оздоровительном лагере «Октаж» Министерства внутренних дел состоялся республиканский этап соревнований «Ящель-Черок». О том, кто стал обладателем призовых мест, узнаем далее. Совершенствование системы безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей. Глубокий всесторонний анализ их причин. Практические мероприятия в этом направлении все более расширяются, повышая уровень культуры населения, в том числе организации на местах соревнований среди молодежи «Ящель-Черок». Их республиканский этап состоялся в детском лагере Министерства внутренних дел «Октаж». Основной целью проведения данных соревнований является обучение детей с раннего возраста правилам дорожного движения, формирование у них безопасного движения на улицах, знание элементарных правил дорожного движения, перехода через улиц, перехода через перекрестков. Наши участники, они не только сами обучались этим правилам, но и когда приедут к себе домой, они будут этим знанием обучать своих махалинских друзей, школьных друзей. В процессе соревнований участники выполнили в частности задания, связанные с командной марш-подготовкой, пешеходным движением, сигналами регулировщика, оказанием первой медицинской помощи, правилами дорожного движения. В данных соревнованиях приняли участие команды со всех областей нашей республики. Ребята соревновались по 13 видам. Ребята участвовали в этих соревнованиях с воодушевлением, с большим интересом. В этом году появился новый вид соревнования, это медиатворчество. Дети подготовили медиапродукцию. В течение одной минуты они уложились рассказать о своей школе, о дорожной безопасности, о правилах дорожного движения. Также приготовили флешмоб по нашей тематике, по правилам дорожного движения, по безопасности жизни на дорогах. И наглядные пособия они сами приготовили своими руками, и это было очень отрадно. По итогам соревнований определены победители. Третье место за учениками общеобразовательных школ Новоиской, Андижанской, Наманганской областей. Второе место заняли представители республики Каракалпакстан и Харизмской области. А обладательницей первого места стала команда Ташкентской области. Также объявлены лучшие в различных номинациях и вручены дипломы, сувениры, книги. Мы бы хотели поделиться своими эмоциями. Только что мы выступили, было тяжело, но к этому мы готовились очень долго, стремились. Еще хотели показать, чтобы дети не нарушали правила дорожного движения, потому что много таких ситуаций происходит. Чтобы не случилось, нужно соблюдать правила дорожного движения. Основная цель – уберечь представителей подрастающего поколения от различных неприятных ситуаций на дорогах посредством повышения их знаний и навыков касательно соблюдения правил дорожного движения.